Всем доброго времени, меня по-прежнему зовут Павел Князич, как дела? Фрайд Найт Фангинг продолжает всё выходить и выходить. Она является просто конвейером всяких модов. В них же главную роль, как всегда, играют бойфренд и геофренд. Конечно, хотелось бы рассмотреть альтернативную историю какого-нибудь героя, но не бойфренд и геофренд, а, допустим, того же Пико. Хотелось бы побольше узнать про детство родителей, допустим. Историю Лимона. Хотя, в принципе, в эту сторону мода и движутся. Так мы, например, узнаём, как же повадили Витти и Кэрол. Был сделан отдельный мод на их свидание. И, думаю, на этом никто не остановится и будут делать дальше. Истории или предыстории персонажей. Ну а сейчас у нас на повестке дня персонаж Геофренд. Но опять эта девка, которая вечно находит приключения на свою задницу. Так уж выходит, что они вместе с бойфрендом попадают во всякие истории. Им постоянно приходится батлиться со всякими монстрами, демонами. Да и вообще, в принципе, со всеми. Назовите хоть одного персонажа, который не батлился с бойфрендом и геофрендом. Тогда мы идём к вам. Но иногда для этой сладкой парочки выходит боком. То, что они сражаются именно с этим персонажем. И чаще всего в опасность попадает девка. Либо её все наши противники так сильно любят, либо сильно не любят. Одно из двух. Ну и здесь мы разберём новые моменты, когда Геофренд попадает в опасности. Поехали! Ну и первое, куда попадает Геофренд, это... В руки. Так вышло, что некий злодей Кроу, или же Ворона, похищает Геофренд и даже никак не связывает её. А просто берёт на руки и всё. И судя по её смущающемуся личику, ей даже приятно. Ещё было бы неприятно, когда такой стальной мужчина держит тебя на руки, да ещё и под такую бомбящую музыку. Ну а чтобы эта музыка звучала ещё громче и круче, тебе понадобятся колонки. Они не такие уж и дорогие, просто выбираешь свой регион, куда тебе надо доставить. Вбиваешь в поиск колонки. Здесь цены выбираешь, допустим, от тысячи до десяти. Цвет любой на свой вкус. Но этот, вижу, нам выскочили компьютерные колонки, поэтому давай выберем портативные. Во, то, что надо. Во, голубенькая, и по цене подходит, такую, какую мы искали. Давай хорошенько её рассмотрим. Зашибись. Здесь даже обзоры есть, охренеть. Мы, разумеется, глянем отзывы перед тем, как покупать и заказывать. Ну и вроде пишут, что даже в целом удобное, классное. Кто-то, конечно, ожидал большего, но большего-то нам и не надо. В обсуждениях тоже есть кое-что полезное. Спрашивают, нужен ли какой-нибудь переходник для зарядки. Ответ. Не нужен, ведь он есть в комплекте. Уже хорошо, надо заказывать. Также Е-каталог стал намного шире, и теперь он доступен в Казахстане. Ссылка в описании. Нет, музыка, ну просто реально классная, хоть на всю врубай и соседи пугай. А кто вообще этот такой киборг-трансформер? Представляю тебе суперзлодея и гения механики Ворону. Из игры Нефариус, которая переводится как Гнусный. Устал быть героем? Так испытай приключения с другой стороны медали, вместе с Нефариус. Играй как злодей, чтобы разнообразить ситуацию и сеять хаос, похищая принцесс, убивая героев и вообще в принципе творя всякую дичь. Ну теперь оно и понятно, почему Ворона решил похитить принцессу. Точнее, гёрлфренд. Потому что он в этом деле уже давно, и поэтому так нежненько берёт её на ручки. И не отдаёт своему бойфренду. А по ней так и не скажешь, что она в опасности. Хотя неизвестно, куда он с ней ещё может улететь. Хотя он сам не знает, кого похитил. Как мы знаем, гёрлфренд всё-таки демон. Да тем более, куда этому железному челу до нашей демонической девчухи. В игре Нефариус он вообще себя не считает злодеем. Хотя и пытается вести себя подобающе. Ибо все хотят быть героями, но не каждый захочет быть злодеем. И лучше трижды подумать, чем неуверенному в себе злодею брать самое настоящее зло в заложнике. На этом моде есть ещё кое-что забавное, кроме гёрлфренд на ручках. Мы можем играть как за саму ворону, так и за бойфренда. Что уже нас отсылает к игре Нефариус, где мы играем именно за злодея. Здесь во Фрайд Найнфаке нам тоже предоставляют такую возможность. Играть за злодея. Против бойфренда. Такое далеко не в каждом моде увидишь. Лизберт. Весёлая моржиха, также известная под именем Элизабет. Бесстрашный исследователь, этакая моржиха-путешественница. Но поскольку наша любимая парочка тоже любит путешествовать, от вселенной к вселенной, они всё-таки встречаются вместе. После чего настаёт время батла. Несмотря на весь позитив этой моржихи, всё-таки в её характеристике указано, что она ещё и ворчунья. Хотя казалось бы, что там такого? Хорошо же поём. Но после того, как наша зубастая Лизонька проиграла аж в двух раундах... Она пропадает. Нет, она просто исчезает. Её нет. Но две недели спустя, во время поисков обидевшейся моржихи, бойфренд и гёфренд натыкаются на мистическую дверь. Возможно, она там. Давай откроем. Ё-боже, что мы, это реально она! Лизаберт, оказывается, умеет превращать свои конечности во всякую хрень. Исходя из её профессии исследователя, судя по всему, эти штучки-веручки ей очень хорошо помогают. Например, вот эта трубка в башке, наверное, дышать под водой. Сама же стадия превращения Лизки вот в это непонятное нечто называется королевой. Это мы можем видеть и по этой железной короне у неё на голове. Что бы это ни значило, но ЧСВ у неё явно подлетело, что не есть хорошо, поэтому после очередного проигрыша она не убегает, а реально сдлится и вымещает всю злость на девку, привязывая её к печке. При этом она заставляет своих слуг жуков следить за ней. А она мало того, что и так связана, так ещё на неё кинжал наставили. При этом Лизка пытается продемонстрировать свою несгибаемость и жестокость и буквально давит одного из своих приспешников. Его, кстати, звали Бангеров. Любим, помним, скорбим. Всё-таки он отлично выполнял свою роль подставки для ног. И даже после этого поступка оставшиеся жуки продолжают выполнять приказ Лизки и помогают держать в заложниках Геофренд, которые там весьма неплохо держатся. Да она всегда улыбается, что поделать, если у неё постоянно хорошее настроение? Геофренд под управлением. И с самого начала мода девки не дают никакого шанса. И здесь небанально берут её в заложники в конце мода, как это, в принципе, во всех модах. Это делают не просто с самого начала. Это делают в заставке. Мод называется Сигма. И даже неделя так называется. Неделя Сигма. И сам персонаж, который к нам прилетел хрен пойми откуда, называется Сигмой. И на самом деле он прибыл сюда не просто так, а по делу. Ему очень интересна концепция вселенной Фрайден Найт Панкинг. Да и вообще, что тут происходит? Блин, да само существо из космоса не знает, что тут творится. Видимо, концепция вселенной Фэн Фэ настолько мозговзрывательная, что туда начали прилетать всякие гуманоиды. А вообще Сигма является предпринимателем. И его бизнес очень тесно связан со вселенной Фрайден Найт Панкинг. Вот он признаётся в том, что он продаёт какие-то товары с изображением Геохранд, потому что они, по его словам, лучше продаются. Видимо, сам Сигма прилетел сюда для повышения квалификации, если хочет понять смысл этой вселенной. И он в точности хочет повторить банальный сюжет мода. То есть сначала он спокойный, дальше наш противник злится, но он это делает намеренно, чтобы понять смысл, повторяя всё, что было во многих модах. Ну и поскольку он завладел разумом Геофренд, и теперь может ей спокойно управлять, он испытывает девку и на нас. Наверное, ему очень стало интересно, если бы Геофренд была против Бойфренда. Ну или встала на сторону врага. И теперь Бойфренд вынужден сражаться и против Сигмы, и против своей же девки, которой Сигма управляет. К счастью, Бойфренду удается освободить разум девки, и её теперь никто не контролирует. А всё, что нужно ему было сделать, это долбануть микрофоном по башке Сигмы. И это, наверное, первый раз, когда Геофренд в опасности, и Бойфренд её освобождает. Никогда кончается сам уровень, никогда кончается сам мод. А прямо во время, во время сражения, он берёт микрофон и кидает его в башку кальмара-бизнесмена, из-за чего ему сильно больно, и поэтому он теряет контроль над Геофренд. Геофренд у Ледяного Короля. И в очередной раз её берут в заложники. Я уже не впервые замечаю, что ей это даже нравится. Ты только, блин, посмотри, она всё время улыбается. Даже будучи связанной, когда на неё наставили арбалеты, она всё равно природается жизни. Вот это я понимаю, позитивная девка. Сам же Ледяной Король, с которым мы тут сталкиваемся, в его Ледяном Замке, является персонажем из Кастл Крашерс. И даже боссом. В этом моде из Кастл Крашерс нам придётся сражаться не только с ним, но и с другими боссами. Но в заложниках Геофренд только у Ледяного Короля. Иногда он может даже замораживать, но против Бойфренда это не работает. Слишком уж он горячий парень, чтобы его замораживать. Саша. Кто бы мог подумать, что Саша из сериала Амфибия будет во Фрайде Найт Фанкин, да ещё выступать как полноценный противник. Саша у нас вообще разносторонняя девушка. Она и гитарист, и чирлидер группы поддержки, и лейтенант армии жапы, и этим тоже она занимается, да. Кто смотрел Мульт Амфибия, тот, наверное, поймёт. Очень умная и харизматичная. Во Фрайде Найт Фанкин она не менее хороша. Просто всё дело в том, что Бойфренд и Геофренд вообще ждали на сцене отца Геофренд. Видимо, в очередной раз побаттлиться с ним. Но вместо бати приходит Саша из портала. Бойфренд нелепо и шутит насчёт того, что её батя превращился в девушку. Но оказывается, Геофренд и Саша давно знакомы. И они даже рады друг друга видеть. Геофренд с Сашей познакомилась ещё тогда, когда работала нянькой с детьми за дополнительные деньги. Но вообще-то Саша сюда пребыла не для того, чтобы повидаться со своей старой подругой, а для того, чтобы сыграть на сцене. И поэтому им стоит убраться нахрен отсюда. На что Бойфренд не соглашается, и они буквально борются за эту сцену на сцене. И это очень эпично выглядит. И вроде всё неплохо идёт, но тут... С неба к нам падает здоровая жаба и ломает нам колонку. Нагрёбанная жаба, да колонку-то за что? Здесь даже больше колонка в опасности, чем Геофренд. Хотя сама Геофренд тоже охреневает от происходящего, и говорит своему парню, что лучше уйти. Но Саша провоцирует Бойфренда ещё на один раунд, и поэтому Геофренд ничего не остаётся, как остаться и поддержать своего парня на разбитой колонке. Хотя смотри, она даже очень даже неплохо работает. Возможно, Геофренд на них смотрит как на придурков только потому, что они хотели вроде как попасть в Геофренд, но повредили колонку. Колонку, блин, повредили! Но эта травма ещё будет долго заживать. Ну а как часто ты попадаешь в опасности, как ты с ними справляешься, и какого персонажа во Фрайд Найт Фанкин ты хочешь увидеть, где и в какие опасности он попадает? Напиши, пожалуйста, в комментариях. Ну и не забывай подписываться на мой канал, нажать на раздолбанный колокольчик, чтобы не пропустить новых видосов. На мой бункер Князичева ВКонтакте тоже подписывайся, ссылка в описании, поставь лайк этому видео, поделись ему себя на странице, и не забудь оставить любой комментарий под этим роликом. Всем пока, до свидос! Субтитры сделал DimaTorzok